Всем привет! В эфире Стройгарант Анапа. Мы рады вновь быть в эфире. И, конечно же, надеемся на ваши лайки, на ваши комментарии, потому что сегодня мы знакомимся с классным домом. 90 квадратных метров. Очень популярный проект. Итак, обо всем по порядку поехали. Кухня-гостиная здесь 29 квадратных метров. Что же мы здесь видим? Хорошее светлое дизайнерское решение. Обязательно. Вот в этой зоне, где будет кухня, теплый пол. То есть, как вы заходите из террасы, потому что сейчас, допустим, в данный момент минусовая температура, вы заходите сразу в тепло. Есть уже выводы под теплый пол. Установлен электрокотел. Пока, конечно, он электрический, но, насколько мы знаем, показываем в наших программах, газ скоро здесь будет. Во всяком случае, в жилом комплексе «Морской» он уже есть. В жилом комплексе «Встречный», это поселок Стрелка, уже первые работы по подключению газа будут скоро выполняться. Пока его просто подводят к самому поселку. Но вернемся к дому. Непосредственно окно. В этом проекте оно больше, чем в других одноэтажных домах. И здесь же мы видим очень длинный такой радиатор, но он имеет форму немножечко заужен. То есть, специально под окно, чтобы был обзор и было достаточно светло. Ну, а дальше еще одна спальная комната. Самая светлая спальная комната, 17,8 квадратных метров. Ну, это потрясающее решение. Именно вот в 90-м проекте не остается без внимания. Элькерные окна, достаточное количество теплого света дают ваше помещение. Опять же, смотрим, окна большие, широкие, удлиненные и тем самым зауженный радиатор. Но и здесь три, то есть, конвенция теплого воздуха здесь предусмотрена. Касаемо ламината. Надежный 34-й класс, натяжной потолок. Все коммуникации выведены. Это электрика, это подключение телевизора. Ну, вообще, потрясающее место на самом деле. Прихожая в доме 4,2 квадратных метра. Здесь также имеется теплый пол и достаточно просторно. То есть, даже если будет здесь шкаф для верхней одежды, много места он не займет. Электричество в доме 15 киловатт. Также имеется радиатор. Коридор в комнате 5,9 квадратных метров. И отсюда мы попадаем во все помещения сразу. Это еще две спальные комнаты. Одна из которых имеет площадь 12,7 квадратных метров. Здесь мы тоже видим, что дом выполнен в едином стиле, в формате, в плане дизайна. То есть, обои разные, но том переходит очень плавно из одного в другой. Вторая спальня немножечко меньше 11,7 квадратных метров. Здесь уже другие обои с другим оттенком. Такой ближе серо-голубоватый какой-то. Не знаю, насколько эта камера передает. Но опять же отмечу, что все смотрится очень гармонично и прекрасно. Обратим внимание, что во всем доме натяжные потолки, ламинат 34 класс. И в моменты, где есть плитка, там обязательно теплый пол. И остается нам познакомиться только с санузлом, потому что он тоже достаточно большой и такой свободный. Санузел большой, 5,8 квадратных метров. И здесь он сразу выделяется на фоне всего дома. Здесь выбрана плитка темного оттенка. Но опять же, обратим внимание на дизайнерское решение. Некая комбинация. То есть, стены темные, боковые большие, а далее светлая плитка. Вот за счет этого придается объем. Но места хватит здесь для всего. Если хотите ставить ванну, ванна сюда впишется прекрасно. Душевая кабинка. Многие так пользуются на юге. То душевая кабинка. Конечно же, под унитаз есть место. Умывальник, стиральная машинка. Все, как всегда, предусмотрено. Все внутренние работы уже выполнены. Уверен, что в этом санузле мало места не будет. Даже ребенка, грудничка прийти покупать ванну. И то есть, где развернуться. Так что выбирайте. Хороший семейный дом, хороший семейный проект. Вновь мы в кухне-гостиной. Но я признаюсь, это мое самое любимое место. Здесь же выход на террасу. Терраса 21 квадратный метр. Но здесь уже выполнен навес. То есть, дождик не страшен. Снег тоже не страшен. Который, кстати, в этом году очень сильно всех шокировал. Потому что зима начала в феврале. Ну, это такая вставочка. Обратим внимание, да. Обауми, штукатурка. Стены утеплены. В доме достаточно тепло. Несмотря на минусовую температуру. И что сейчас выключено отопление. Но в этом доме еще есть преимущество. Здесь выполнено доп. работы. Это цокольный этаж. Это погреб. Это склад. Используют все его по-разному. Вот такой вот дом, дорогие друзья. 90 квадратных метров. Находится он в жилом комплексе. Жемчужная. Это Цибанабалка. Это 7 километров до Черного моря. 12 километров до Анапы. На сегодня все. Ждем ваших лайков, комментариев. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. У нас всегда есть все, что вам показать и о чем рассказать. На сегодня все. Пока. Подготавливают съемочную площадку для съемки. Некоторые пишут, что вы работаете только языком. Нет, мы работаем еще и руками. До свиней сегодня хватит. Вторая съемка, две уборки.